До нового года осталось 17 дней, а в Благовещенске наступает новогодний бум. Горожане стремятся заранее купить подарки и украсить свой дом перед праздниками. А также к квартире или под елкой нужно обязательно поставить символ грядущего года – змею. На поиски хладнокровного символа 2013 года отправилась и наш корреспондент. Питоша – символ грядущего года, живет в эколого-биологическом центре почти три года. Специально для него здесь построили террариум. Сейчас готовят подарки. Надеются задобрить питона. Для него, конечно, будет подарок. Может быть, красивых крысок ему вырастим. Мне кажется, для любого животного, для любого знака зодиака, если у него все нормально, значит вокруг все будет нормально. Держать живую змею дома согласится не каждый. Слишком уж скользкое это животное. А вот от змеиного сувенира в этом году вряд ли кто откажется. Ценность подарков, правда, разная. От недорогих магнитов и брелоков до настоящих ювелирных шедевров стоимостью почти 400 тысяч рублей. Символ грядущего года, кстати, теперь можно носить и на любом гаджете – мобильном телефоне, ноутбуке или планшете – в виде таких золотых наклеек. У нас очень большой ассортимент представлен в серебре и в золоте. Также такие вот замечательные статуэтки, которые, чудно, эта змейка находится на камне, поделочный камень, змеевик. Тоже символизирует наступающий год. Такие драгоценные змейки обойдутся покупателям в сумму совсем не символическую, шутят ювелиры. А в любом отделе сувениров на таких ядовитых можно потратить от 50 до 350 рублей. Копилки, магниты, статуэтки с пожеланиями успеха и удачи. Змейное счастье в этом году ни на что не променяешь. Вот такие вот очень красивые. Вот их раскопили у нас в первую очередь. Ну, змей мы, конечно, получили в большом количестве, но рассчитано как раз на тех покупателей, которые должны все это у нас действительно разобрать. Змеи раскупаются хорошо, особенно в выходные дни. Змеиный бум в магазинах ожидают в 20-х числах декабря. В магазин за сувениром придет каждый. В надежде, что змейка подарит ему удачу в будущем году. Кристина Добровольская, Эдуард Еворский. Новости дня. Информационное агентство. Порт-Амур.